Спасибо большое, Наталья Владимировна. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Возвольствие. Преобразующих деятельности в материальном мире. Это философское направление 19-20 веков было основано на принципе, что все подлинное положительное, то есть позитивное знание может быть получено лишь как результат отдельных специальных наук и их синтетического объединения. Это направление подчеркивало надежность и ценность положительного научного знания по сравнению с эмпирическими методами познания и указывало на недостоверность и шаткость всех теоретических построений. Середина 20-х годов 20-го века охарактеризовалась очередным, третьим всплеском интереса к позитивизму, и именно тогда сформировался и быстро завоевал широкую популярность неопозитивизм или логический позитивизм. Это одно из основных направлений философии 20-го века, которое соединяет основные установки позитивистской философии с широким использованием технического аппарата математической логики. Новая философская концепция основывалась на идеях Вингенштейна, которые были изложены в его логико-философском трактате. Суть сводится к тому, что мир устроен так же, как язык математической логики. Мир есть совокупность фактов, а не вещей. При этом действительность распадается на отдельные атомарные факты, которые могут объединяться в более сложные молекулярные факты. Отличительной особенностью неопозитивизма является то, что при сохранении основных установок позитивистской философии он широко использует аппарат именно математической логики для формулировки и решения философских проблем. Идем далее. Конец 50-х годов. В это время начинается новый этап развития философии науки, который получил название постпозитивизм. По мнению ряда философов, постпозитивизм не представляет собой особого философского направления течения или школы. Это скорее общее название, которое используется в философии науки для обозначения множества методологических концепций, которые пришли на смену методологии логического позитивизма. И постпозитивизм обладает целым рядом основных особенностей. Некоторые из них представлены на слайде. Это отход от ориентации на символическую логику в обращении к истории науки, это изменение проблематики методологических исследований, смягчается известная дихотомия и противопоставление эмпирика, теория, исчезает противопоставление фактов и теорий и так далее. Происходит отказ видеть жесткие границы между наукой и философией, имеет место стремление опереться на историю науки и отказ от кумулятивизма в понимании развития науки. Многие представители постпозитивизма предпочитают говорить не о развитии, а об изменении научного знания. Следует отметить, что проблемы, которые были в фокусе внимания позитивизма, неопозитивизма и постпозитивизма, касались в основном и в первую очередь, конечно, философии науки. При этом с эволюцией от неопозитивизма к постпозитивизму, то есть мы с вами понимаем, что это середина XX века, связаны изменения некоторых мировоззренческих установок философии науки, разочарования в безусловных рационалистически трактуемых ориентирах культуры, в том числе в доминирующей роли науки и научного знания. И вот это очень важно, склонность к мозаичному, к калейдоскопическому, плюралистическому видению мира и место человека в нем, акцент на относительности, исторической обусловленности, познавательных ценностей и результатов. Вот это я здесь специально выделила курсивом то, что я выделила, потому что дальше я не буду говорить о постмодернизме, который претендует как раз на авторство и монополию всего того, что на самом деле характерно и для науки, и было характерно для науки еще до того, как постмодернизм сформировался. Ну и еще два слова в связи с историей философии науки. Так как считают некоторые философы, в результате дискуссии развеялась последняя иллюзия позитивизма, то есть убеждение в том, что должна существовать одна общепризнанная методологическая концепция. И вместе с тем закончился этап постпозитивизма. И вот сейчас от обсуждения философии науки перейдем к более широкому явлению, которое охватывает разные сферы бытия человека, в том числе и научную деятельность. И, как кажется, изначально лишенному различных вышеуказанных проблем. Мы переходим к постмодернизму. Это широкое культурное течение, в чью орбиту в последние два десятилетия XX века попадает философия, эстетика, искусство, наука. Выходящая за рамки классического логоса постмодернизмская эстетика принципиально антисистематична. Вот я на это тоже хочу обратить внимание. Это говорю не я, это говорят энциклопедические слова и философии. Антисистематична, адогматична, чужда жесткости, замкнувших концептуальных построений. Ее символы лабиринта резума. За резуму я хочу сказать особое спасибо. Постмодернизму это действительно прекрасный символ. Трудно не согласиться с тем, что данная неклассическая установка гораздо в большей степени, нежели любое направление научной мысли, которое базируется на сугубо позицевистских идеях, соответствует упоминавшимся ранее требованиям многоаспектности и плюралистического видения мира и человека и признанию необходимости относительности и адогматичности научных концепций. Коллеги, простите, у меня только у одной звук какой-то, шум. Нет, не нужно. Мне кажется, что у кого-то, наверное, включен микрофон. Как будто ветер будет, как будто ветер будет. Да, 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 да. Но если это удастся прекратить, я буду благодарна. О, спасибо большое. Как представляется и сказанного, а да, значит, как представляется и сказанного, непосредственным образом следует вывод, что именно постмодернизм наилучшим образом отвечает на вызовы нашего времени, в том числе и настоящей перед современной наукой. Но так ли это? Обратимся еще раз к философам. Посмотрите, что характерно для постмодернистского умонастроения. Печать разочарования в идеалах и ценностях возрождения и просвещения, с их верой в прогресс, творчество разума, безграничность человеческих возможностей. Общим для разных направлений постмодернизма можно считать его отождествление с эпохой усталой энтропийной культуры, отмеченной эсхатологическими настроениями, эстетическими мутациями и так далее. Авангардистской установки на новизну противостоит здесь стремлении включить весь опыт мировой художественной литературы в современное искусство путем ее ироничного цитирования. Вот у меня возникает вопрос, подходит ли это науке? С моей точки нет. С моей точки зрения нет. При всех неудачах и разочарованиях, при понимании всевозможных ограничений современной науки, при признании того, что не все сегодня может быть наукой объяснено, коллеги, простите, у меня спам выскочил, не все сегодня может быть наукой объяснено, описано даже просто выявлено, едва ли выше описанное умонастроение может быть характерной чертой науки как таковой. Не объекты, которые изучаются наукой, а самой науки. Если бы наука стояла на изначально эсхатологических позициях, то было бы ли в принципе возможно ее развитие? Но это, собственно, вопрос, который, вероятно, следует в первую очередь адресовать специалистам в области истории и философии науки. Но для себя я отвечаю на этот вопрос скорее отрицательно. Если бы наука при всех сомнениях и определенном скептицизме не стремилась, в конце концов, к объяснению мира основ, то вряд ли бы сегодня мы имели то, что мы имеем. Подобное же объяснение по определению, на мой взгляд, требует определенной холистичности и мировоззрения. И, кстати, замечу, что еще Георгий Константинович Косиков, говоря о французском структурализме, писал, что принцип холизма, то есть внутренней целостности объектов, это структурализм, коллеги, это никакой не постмодернизм, а структурализм, лежал в основе структурализма как конкретно научного метода. Сегодня же мы говорим о целостности не только отдельных объектов, но и мира в целом. Хотя, опять-таки, замечу, что эта идея далеко не нова. Вспомним, к примеру, идею, высказывавшуюся в свое время Хайдеггером о мире, понятом как картина. Вот у вас на слайде как раз цитата из работы «Время картины мира». Картина мира сущностно понятая означает, таким образом, не картину, изображающую мир, а мир, понятая как картина. И вот здесь очень важно, что здесь уже появляется человек, человек, представляющий и устанавливающий этот мир. Исходя из этого, со всей определенностью можно утверждать, что наука, в отличие, например, от искусства, не может не быть системной по природе своей. Конечно, есть гуманитарные дисциплины, которые в значительной степени не соответствуют тому, что в англоязычной, например, традиции называется arts, противопоставление, собственно, science. Однако, замечу, что в немецком языке гуманитарные дисциплины определяются именно как науки, это Geisteswissenschaften. И здесь многое зависит уже от позиции самого исследователя. Если кто-то считает себя представителем arts, то тогда, возможно, и асистемность, и антисистемность, и многое-многое другое. Но если исследователь позиционирует себя как представителя науки, как угодно, называйте ее science или Wissenschaft, то тогда ни асистемность, ни тем более антисистемность невозможна. И еще несколько соображений такого, ну, скорее, общефилософского характера. Во-первых, философия науки касается в той или иной степени всех сфер научного знания, независимо от основного объекта научных изысканий. Следовательно, обсуждавшиеся вопросы, имею те, которые я сегодня пыталась каким-то образом озвучить, в первой части доклада. А вот эти вопросы имеют самое непосредственное отношение к тем проблемам, которыми занимается наука гуманитарная. Но достаточно упомянуть в связи с этим смену научных парадигм в нашей с вами любимой филологии. У нас была эпоха формализма, потом эпоха структурализма, постструктурализма, постмодернизма. Сегодня мы говорим об антропологической парадигме, которая, вероятно, как неопозитивизм может рассматриваться. Это во-первых. Во-вторых, сегодня мы не можем игнорировать вызовы нашего времени. Сложные, многомерные, многокомпонентные, мозаичные, калейдоскопические, но тем не менее единый и целостный объект исследований, которые по определению требуют, с одной стороны, множественности подходов и плюралистичности мнений, а с другой системности изучения и описания. В-третьих, развитие науки, равно как и развитие духа, несмотря ни на какие научные, философские, эстетические, этические и так далее идеи и воззрения, которые господству здесь и сейчас, все равно невозможно остановить. До тех пор, пока есть человек, разговоры о его неизменности и изменчивости, воспроизводимости и трансформируемости неизбывны. Споры о его месте и роли в мире неостановимы. Дискуссии о способах, методах, методологии познания, осмысления, формирования знаний, не приходящие и необходимы. Иначе человек, человек познающий, человек думающий, человек разумный, в конце концов, перестанет быть таковым. И вот, наконец-то, я подошла непосредственно вот к этой новой, складывающейся, не знаю, формирующейся или уже кристаллизующейся на наших глазах научной парадигме, по крайней мере, в области гуманитарного знания, о котором я сегодня говорю, неопостпозитивизм. Я кратко представлю свои соображения, но сразу отмечу, что сегодня дать четкую дефиницию данному явлению, понятию, для меня не представляется возможным. Я скорее чувствую и пытаюсь осмыслить новую научную реальность, нежели могу ее полистически, но в лучшем смысле этого слова, то есть четко, ясно, однозначно, кристально, как угодно определить. Я очень надеюсь, что вот этот неопостпозитивизм взял все лучшее от своих предшественников, от всех позитивистских этапов и даже от постмодернизма. И он некоторым образом, конечно, соотносится, как я уже говорила, с постнеклассической наукой. Вот этот неопостпозитивизм базируется на некоторых постулатах, которые на сегодняшний день я для себя сформулировала и которыми хочу с вами поделиться. Современный объект современных научных исследований это не дурной стиль, просто по-другому, наверное, не скажешь. Именно современный объект современных научных исследований, который мы продолжаем строить, об этом неоднократно говорила Вероника Николаевна Телли, но мы все еще продолжаем его строить, не может быть атомарным. То есть он не может быть оторван от широкого историко-социо-культурного контекста и должен рассматриваться не сам по себе, но только с учетом данного контекста в его рамках. Второе. Современные исследования должны носить холистический характер. То есть они должны быть цельными и системными сами по себе, с одной стороны. С другой, должны рассматривать свой объект как единый цельный. И с точки зрения каждого отдельного предмета исследования, и с точки зрения совокупности таковых. Это уже, как мне кажется, некоторым образом соотносится с теорией фракталов. Но это так, заметка на полях. Но вместе с тем мы должны рассматривать этот объект. И как многокомпонентный, мозаичный и калейдоскопический. Хотя и внутренне связанный. То есть опять-таки единый и цельный. При этом признается как множественность и многоаспектность самого объекта, так и плюралистичность мнений разных исследователей, представителей разных школ и наук, изучающих данный объект с различных точек зрения. Четвертое. Изучение современного объекта исследований, учитывая его сложности и многоаспектность, в рамках экспозиции разных наук, признается естественным продолжением развития человека, его духовного, интеллектуального, научного развития и жизненно, как для науки, так и для самого человека, необходимым условием его бытия. Это связано с тем, что различные, в том числе специальные дисциплины, предоставляют разнообразные данные. А само взаимодействие разных дисциплин является важным источником новых знаний. И, наконец, пятое. Подобное взаимодействие и интегрирование разных, в том числе специальных дисциплин, предопределяет дальнейшее развитие науки как таковой. Исходя из всего сказанного, представляется необходимым, в данном случае я опять-таки говорю вслед за Вероникой Николаевной Телли, что современная наука, как минимум гуманитарная, которая учитывает сложнейшее взаимодействие и взаимовлияние языка, культуры, сознания, сталкивается с необходимостью построения нового объекта исследований, который характеризуется, с одной стороны, более широким масштабом, который обусловливает расширение границ исследовательских полей и выход за пределы отдельных узковедомственных научных изысканий, а с другой стороны, значительным уплотнением, обусловленным по определению невозможности излишней широты и безразмерности. Но, естественно, если у нас расширяется объект, мы должны видеть его границы, и раз он расширяется, мы должны его каким-то образом уплотнить. Данное положение вещей, естественно, требует разработки новых подходов сугубо интегративного или интегрального, как вам больше нравится, холистического или холистского характера. И вот одним из таких направлений, как мне кажется, которые изучают в том числе язык сознания и культуру в единстве и отвечают указанным требованиям, является психолингвокультурология. Это вот книга, в которой, верите, основу психолингвокультурологии я попыталась изложить. И вот это направление своими корнями уходит в психолингвистику, ну, точнее, в этнопсихолингвистику, с одной стороны, и в лингвокультурологию. Ну, если говорить более точно, то в труды и научные наследия Вероники Николаевны Телли. В чем же проявляется, с одной стороны, генетическая связь с указанными науками, а с другой отличие психолингвокультурологии, с вашего позволения, я буду ее назвать просто ПЛК, от своих прямых родителей, постараюсь очень коротко сформулировать ответ на данный вопрос. ПЛК, по сути своей, складывающийся в наши дни направление научных исследований, посвященное изучению живодействующей связи, сочетание любила Вероника Николаевна, языка, культуры, сознания сквозь призму человека говорящего. С лингвокультурологией ее роднит понимание активной, неразрывной связи языка и культуры, их взаимодействия, взаимобусложности и взаимовлияния. А с этнопсихолингвистикой ПЛК роднеет включение в качестве обязательного компонента сознания культуры и человека говорящего, который является носителями таковых, равно как и языка. Отличает ПЛК от собственной лингвокультурологии и этнопсихолингвистики, на мой взгляд, соответственно, именно объединение на равных, так сказать, всех указанных феноменов. При этом человек говорящий рассматривается как базовая категория лингвокультуры. Термин лингвокультура, надо обязательно об этом сказать, справедливости ради, впервые был использован, насколько мне известно, в работе Татьяны Николаевны Снитко, это ее докторская диссертация, и он рассматривался, это понятие, да, вообще, лингвокультура рассматривалась как особый тип взаимосвязи языка и культуры. Но сегодня мы говорим о другом понимании лингвокультуры, которого я придерживаюсь до сих пор, уже лет, наверное, 20 как. В любом случае, в рамках нашего разговора я предлагаю лингвокультуру понимать таким образом, да, лингвокультура – это культура языковленная, это феномен лингвокогнитивный, который формируется не языковыми единицами, но культурными смыслами и образами сознания в вербальных одеждах, и язык выполняет роль означающего, означаемым являются вот эти культуроносные смыслы, то есть функционально значимые для культуры смыслы. И в этом я вижу принципиальное отличие лингвокультуры от языковой картины мира, которая нашими классиками и Рутюнова, и Степановым, и Карауловым, и Чернейко рассматривалась все-таки как сложно устроено семантическое пространство. Еще одно отличие, вернее, не отличие, еще один признак лингвокультуры – это третья семиотическая система. Вот две семиотические системы, естественно, язык и культура, как отдельная семиотическая система, в какой-то зоне, на каком-то участке они пересекаются, как бы накладываются друг на друга, и вот на этом участке наложения и пересечения образуется лингвокультура, она обладает своим словарем и грамматикой. Мы не должны пугаться в данном случае слова «грамматика», потому что еще Юрий Михайлович Лотман в своих работах писал о грамматике культуры. Потом это же сочетание, скорее всего, термин уже использовался в работах школы этнолингвистики Никиты Ильича Толстого, например, в работах «Цевьян». Так что мы не должны пугаться таких ужасных слов, что лингвокультура обладает своим словарем и грамматикой. И, наконец, если смотреть на лингвокультуру в большей степени с психолингвистической точки зрения, с опорой на психологию, в частности, на труды Алексея Николаевича Леонтьева, можно сказать, что это только спаянная культура и общие компоненты языкового сознания, то есть опосредованные значениями, скрепленные культурным ядром общие компоненты образа мира. Именно таким образом понимаемая лингвокультура, с учетом совокупности всех факторов ее предопределяющих и ею предопределяемых, может быть признана объектом ПЛК. Предметом выступают словарь и грамматика лингвокультуры, соответственно, цель ПЛК – выявление, изучение, систематизация, описание словаря и грамматики лингвокультуры, включая не только реестр единиц, которые языковляют культуроносные смыслы и образы, не только основные классы данных единиц, их структуру, отношения, функционирование и так далее, но и основные категории, начиная с базовой – «человекоговорящий». Совершенно очевидно, на мой взгляд, что подобного рода изыскания по определению были бы невозможны без достижений этнопсихолингвистики и лингвокультурологии, на плечах которых и выросла, по сути, психолингвокультурология. Но при этом, как мне представляется, ни этнопсихолингвистика, ни лингвокультурология не имели и не имеют на сегодня подобный объект, предмет и цель, что совершенно замечательно, потому что это самостоятельные науки, у которых и есть свой объект, свой предмет и своя цель исследования. И вот теперь я все больше и больше подхожу, собственно говоря, к тому, к той единице, которую я хотела бы сегодня вам показать. Итак, совершенно очевидно, что для филолога начальной точкой было и остается слово. Но еще Ермслиев писал, что именно текст получает лингвист в качестве отправного материала исследования в своей нерасчлененной целостности. Так вот, для нас начальная точка – это слово, и слово же оказывается финальной точкой в исследовании, ибо слово «язык» есть для филолога своеобразное мерило всего. От него мы отталкиваемся в изучении других объектов и предметов, и к нему же приходим, проверяя адекватность своих выводов. Иначе говоря, сегодня филология самым естественным образом выходит на особое поле исследования, где в фокусе внимания оказываются феномены не собственно языковой, а, возможно, в первую очередь, лингвокогнитивной природы, в которых неразрывно спаяны слова в самом широком смысле и воплощенные в нем знания, знания в философском историко-культурологическом понимании, например, так, как о нем пишет Ян Асман. Вероятно, в продолжении идей фон Гумбольта современные филологи полагают, что в данном случае я ссылаюсь на работу Елены Георгиевны Беляевской, и что вся языковая система, а не только какая-либо ее часть, формируется под влиянием культуры того социума, который говорит на данном языке. И вот с середины XX века филологи стали всерьез интересоваться, а во второй половине века, особенно в конце, активно изучать то, что сегодня мы прекрасно знаем, как языковое сознание. Я привожу просто какие-то классические определения, да, Зимни и Тарасова, но есть прекрасное определение языкового сознания, и, конечно, Алексея Алексеевича Леонтьева, у Натальи Владимировны Уфимцевой и у многих других совершенно замечательных наших психолингвистов. Соответственно, если мы таким образом рассматриваем вот это единство язык сознания культуры, то язык может быть рассмотрен вот таким образом. Да, это язык, означающий сознание, это основной, но не единственный инструмент. Социализации, с одной стороны, и с другой стороны, формирование сознания. Это основной, но не единственный инструмент и канал трансляции культуры, как вертикальный межпоколинный, так и горизонтальный, и между современниками, представителями разных культур. Это основной инструмент формирования и основной канал, в первую очередь вертикальной трансляции лингва культуры. Это основной, но не единственный инструмент, с помощью которого лично реализует себя в совместной деятельности с другими. И это канал двунаправленности. От общественного сознания к индивидуальному и от индивидуального, общественному или другому индивидуальному. По сути, своей язык – это сущность, которая последует процессы познания и осмысления. И раз так, то совершенно очевидно, что осуществляемое с помощью языка познание процесс и результат, которые отражаются языком и закрепляются в знаках языка, по определению не может не привлекать внимание филологической науки. Тем более, что по идее Караулова, именно через язык, изучая когнитивный уровень языковой личности, мы выходим в сферу знания, познания, сознания. Познание и осмысление мира предполагают его структурацию, струкатегоризацию, концептуализацию, генерализацию и так далее, и так далее, и так далее, и многие другие ации, что лежит в основе упорядочения мира, то есть оккультуривания мира человеком, творения космоса из хаоса. Ибо в хаосе человек жить не может. И в данном случае я хочу сослаться на замечательного исследователя Мирча Лиады, который, рассуждая о первичном религиозном опыте, предшествующем всякому размышлению о мире, писал, «Вместе с тем у кочевых охотников и оседлых земледельцев есть одна общая черта, которая более важна, чем все различия, и те и другие живут в освещенном космосе. Ничто не может быть начато, предпринято без предварительной ориентации, а всякая ориентация предполагает наличие какой-то точки отсчета. Никакой мир не может родиться в хаосе». А, кстати, Мирча Лиады писал, что ведь кочевое племя, приходя на новую территорию, первое, что делает, ставит шест. Это некая точка отсчета. Вот тот самый центр, относительно которого потом структурируется мир. И вот эта точка отсчета, обнаружение проекции точки отсчета равносильно сотворению мира. Окультуривание мира человеком, включающая концептуализацию, как уже говорилось, необходимо требует использования языка и опоры на язык и предполагает, соответственно, закрепление его результатов в знаках языка. Концептуальную структуру, как пишет Беляевская, своеобразный скелет семантики языковой сущности, который ранжирует признаки, обозначаемого по степени важности и, соответственно, определяет национально-культурное видение, обозначаемого в данной языковой системе. Одним из результатов проявлений такого осмысления, окультуривания мира является, как мне представляется, формирование системы координат культуры и лингвокультуры. На сегодняшний день мы можем говорить о четырех более или менее вполне очевидных подсистемах лингвокультуры. Это когнитивная, метафорическая, эталонная и символьная. И вот в настоящем докладе я как раз буду говорить о метафорической подсистеме. Но и если уж я заговорила о метафорической подсистеме, то несколько слов о самих метафорах и о метафоризации. Изучение метафоры, как мы с вами знаем, имеет долгую историю. Три наиболее известных, наиболее популярных, если можно так сказать, подхода, которые широко распространены. Эти концепции. Это тропеический, аристотельский подход. Дальше он называется по-разному. Второй или интеракционистский, или интеракционный, или интерактивный. Это в данном случае не столь важно. И когнитивный. У некоторых из этих подходов, кстати, очень хорошо в своих работах писала Вероника Николаевна Тейли. Вот в частности, я очень рекомендую вот эту ее работу. А в 93-м году еще... Галина Николаевна, коллеги, у кого-то микрофон включен. Спасибо. Выделила 11 направлений изучения метафоры, хотя, конечно, она говорила, что приведенная ей классификация носит достаточно условный характер. Но тем не менее, 93-й год, 11 направлений в изучении языковой метафоры. Вероника Николаевна Тейли рассматривала метафору как один из наиболее продуктивных способов смысла производства на всех значимых уровнях языковой структуры. Сам замысел метафоры – это интенция субъекта назвать неосознаваемое, еще не додуманное им понятие. Вот это совершенно замечательная мысль, да, еще не додуманное им понятие. При этом метафоризация – это процесс, приводящий к получению нового знания о мире в ходе его языковления путем уже имеющихся в языке наименований. Сам метафорический процесс при этом в связи с введением в модель метафоры параметра антропоцентричности должен рассматриваться как деятельность некой языковой личности, соизмеряющей себя и мир в диапазоне личностного тезаурса, который и есть индивидуальная картина мира. Соответственно, метафоры и метафорические процессы рассматриваются в связи с человеком, его сознанием, образом или картиной мира, их культурой. И это не случайно, поскольку об этом писал Ричард еще в первой половине 20 века, по-моему, это работа 1936 года, если мне не изменяет память. Так вот, мысль человека как таковая метафорична и развивается через ассоциативное сравнение, и отсюда возникают метафоры в языке. Итак, метафоричность крайне важна для осмысления о языковлении мира. Она уходит корнями в далекое прошлое. Существует издревле. Вероятно, столько, сколько существует Homo sapiens sapiens. Я не оговорилась. Именно так сегодня наэробиологи предлагают нас с вами именовать. Homo sapiens sapiens. Вероятно, столько она существует, сколько существует язык человека, сознание, культура, и столько, сколько существует потребность человека познавать мир. Ибо метафора способна обеспечить рассмотрение вновь познаваемого через уже познанное, зафиксированное в виде значения языковой единицы. Конечно, архаическая метафора отлично от современной, имеется ряд отличий. Об этом еще в 1947 году вот в этой работе писал Кацнельсон. Но еще до Кацнельсона, в 1905 году, Потебнян говорил, что метафоричность есть всегдашнее свойство языка. Она есть единственный первоначальный способ, доступный языку. То есть единственный способ выражения и передачи мысли, доступный для архаического, мифологического мировосприятия и мышления. Итак, мы рассматриваем метафору как древнейший и, возможно, основной, хотя и не единственный способ познания и осмысления мира сквозь призму культуры. Как я уже говорила, одной из подсистем лингвокультуры является подсистема метафорическая. Единицами этой подсистемы являются базовые метафоры. Это метафоры изначальные, исходные, имеющие архетипическую природу и основанные на архетипических представлениях. Но архетипических, опять-таки, по Теле, то есть древнейших, надличностных коллективно-родовых, лежащих в основе оккультуривания мира человека. Основанием базовых метафор выступают максимально абстрагированные идеи, но идеи в кавычках. Это скорее предощущения идей, которые лежат в основе осмысления. Вы помните у Теле? Да, еще недодуманное. Вот такие предощущения идей, которые лежат в основе осмысления мира человека и которые могут не осознаваться с современными представителями лингвовой культуры, но при необходимости они поддаются рефлексии. И это некоторым образом, как представляется, соотносится с предложенным, опять-таки, Вероникой Николаевной Теле, пониманием основания метафоры. Вот это еще не мысль о мире, а лишь некоторое представление или гносиологический образ некоторого внеязыкового объекта. Это с одной стороны. А с другой стороны, как это не покажется странным, представляется, возможно, провести осторожную параллель с концептами Лакоффа и Джонсона. Вот посмотрите на их цитату из их работы, метафоры, которыми мы живем. Вот эти концепты, это не просто порождение ума, они влияют на нашу повседневную деятельность, наша концептуальная система играет центральную роль в определении реалий. И вот очень важная мысль, наша концептуальная система в значительной степени метафорична. То, как мы думаем, то, что узнаем из опыта и то, что мы делаем ежедневно, имеет самое непосредственное отношение к метафоре. Здесь необходимо несколько оговорок. Ну, во-первых, в оригинальном тексте здесь используется слово «концепт». В оригинальном тексте Лакоффа и Джонсона используется термин «концепт». И вот интересно, что этот термин в данной цитате переводится как «концепты», а в других частях книги переводится как «понятие». Но все дело в том, что одним из значений вот этого слова «концепт» является именно «идея». Это во-первых. Во-вторых, крайне важно представляется сочленение данных концептов идей с метафорами. Как представляется, все это может служить еще одним обоснованием правомерности рассматривать максимально абстрагированные идеи архетипической природы. о которых я говорю в данном докладе, рассматривать их как базовые метафоры. И вот на основании, теперь я уже перехожу к конкретной базовой метафоре, которую я вам хотела показать. На основании многочисленных трудов представителей разных наук, это и философов, и филологов, культурологов, этнографов, собственных наблюдений, представляется возможным выявлять и наглядно демонстрировать не просто сами базовые метафоры, но и их универсальный характер. Например, базовая метафора «верх» воплощается в концепте «высота». Я буду вам сейчас демонстрировать, как реализуется эта базовая метафора, вот эта идея, такая архетипическая идея. Она воплощается в концепте «высота», внешняется в конкретных образах и реализуется в разных вторичных метафорах, то есть в том, что является результатом дальнейшего метафорического осмысления мира на основе вот этой базовой идеи. Например, вершины, пик неба, которые соотносятся с природно-стихийным кодом культуры, вернее, вершины и пик природно-ландшафтным, а небо со стихийным. И посмотрите, как это закреплено в знаках языка. Встреча в верхах, верхушка, кунт, хунты, ну и так далее. Вот у вас примеры на экране. И я остановлюсь только на одной единице, в которой рефицируется вот эта базовая метафора верха. Это единица неба. Например, тот же Мерча Илиада пишет, «Небо существует абсолютным образом. Множество высших божеств первобытных народов получают имена, обозначающие высоту, небесный свод, метеорологические феномены. Они могут также просто называться владельцами неба, жителями неба». И вот примеры, которые приводит сам Мерча Илиада. Обратите внимание. Народ Маори, высшее божество, поднятый верх, находящийся наверху. У Акпафу, тот, кто находится наверху, высшая сфера, это тоже высшее божество. Дальше. У Сикнамов, огненная земля, житель неба, тот, кто в небе. Высшее божество андаманцев, живет на небе. Посмотрите, Олорун, народ Йороба, это очень крупный народ, владелец неба. Самоеды, у них бог, который живет на самом высоком небе. Его имя означает небо. У Коряков, высшее божество, один сверху, хозяин того, что наверху. Айны, божественный вождь неба, небесный бог. И просто кому, что означает небо. Но дальше Мерчеляда говорит, что это, собственно говоря, прослеживается и у тех народов, которые имеют более длинную цивилизацию. Это говорит Мерчеляда. В данном случае я его просто цитирую. У монголов именование бога – небо. Китайское – небо, бог неба. Шумерский термин – это божество, соответственно, светло-блестящее. Бавилонский бог Анну – для обозначения понятия небо используется. Индоевропейское слово «деус» – «высшее божество» и так далее. Девс и Юпитер до сих пор хранятся в своих именах о небесной святости. Ну и так далее. Кроме этого, в работах Илиада отмечается и то, что в первобытных племенах, особенно в тех, которые задержались в своем развитии на стадии охоты и собирательства, сохранились представления о так называемом «отдыхающем боге», то есть верховном существе, которое удалилось на небо. И опять-таки в племени Селькнам – огненная земля. Это тот, кто удалился на звезды, обитающий на небе, пребывающий на небе. Опять-таки Йороба, но я его уже упоминала, в другой работе Мерчеляда тоже о нем пишет «Хозяин неба». Гереро, племя Гереро, бог Ньямбе, удалившийся на небо. Ну и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. И примеры можно было бы множить, но я думаю, что сказанного достаточно для того, чтобы провести вот эту вот линию «Верх бог». Кстати, она есть и у нас. Посмотрите, бог высоко, царь далеко. Кстати, подобное видение характерно не только для древнейших языческих форм осмысления организации вертикального устройства мира. Например, Стеблин Каменский пишет, что в идических мифах «Представление о небе как обиталище балков навеяно христианской традицией». Вот эта работа указана у вас на слайде. Вместе с тем, в славянских культурах, в фольклоре обиталищем высших сил может быть священное дерево. Об этом очень подробно пишет словарь «Славянские древности». Нельзя не заметить, что подобное представление о священном дереве характерно не только для славян. Опять-таки обратимся к древним германо-скандинавским мифам, где фигурирует священный ясень Игдрасиль. И еще раз обратимся к Стеблин Каменскому, который пишет, что «Не случайно образ мирового дерева широко распространен в мифах у разных народов». Дерево, уже появляется дерево. И здесь появляется вертикаль вверх-вниз, которая, безусловно, составляет, как известно, одну из базовых оппозиций практически любой культуры. Отмечу также, что, говоря о космизации пространства, «Илиады» на примере австралийских кочевников Ахилпа демонстрируют прототип широко распространенного космогонического образа. Это космические столбы, поддерживающие небо и открывающие путь в мир богов. В связи с этим упоминаются также кельтские и германские народы, римляне, народы Древней Индии, в частности, Камбха – космический столб. Жители Канарских островов упоминают «Илиады» племена Квакиутли, это Британская Колумбия, и с острова Флорес в Индонезии племя НАТО. Итак, этнографические, антропологические, культурологические данные о самых разных племенах и культурах наглядно демонстрируют проявление, скорее всего, универсальной оппозиции верхних, верхниз, в которой верх соотносится с верховным божеством, богом. Кстати, это прослеживается и в христианстве, одна из самых знаменитых молитв, которые знают даже неверующие люди, но, по крайней мере, первую строчку уж точно. При этом верх, как представляется, является собой древнейшую, восходящую к архетипическим представлениям идею, которая лежит в основе концепта высота, воплощается в первую очередь в образе неба, о чем я сейчас и говорила. Седьмое небо. Ну а кроме того, давайте вспомним Пушкина. Кроме всего прочего, воплощается эта идея и в ряде других конкретных образов. Например, в горе, гора, давайте вспомним унаследованный нами от антики Олимп, дерево, но это уже упоминавшийся Гдрасиль, как Арбамунди, дуб, кстати, не случайно у того же Пушкина лукоморья, дуб зеленый, лукоморья – центр мира, а также в противопоставлении неба и земли, знаменитый фразологизм, да, ну это просто земля и небо, и непосредственно верха и низа. И вот опять-таки я привожу конкретные языковые единицы. Посмотрите, это ведь то, чем мы с вами пользуемся каждый день практически. Таким образом, представляется возможным рассматривать верх как базовую метафору, которая носит по всей вероятности универсальный характер. Результатом вторичной метафоризации указанной идеи является целый ряд конкретных метафор, которые актуализируются здесь и сейчас. Но еще один ряд необходимо упомянуть. Оппозиция верх-низ, как известно, встраивается в параллель с еще одной важнейшей базовой оппозицией свет-тьма. Соответственно, верх соотносится со светом, и мы этому тоже можем найти подтверждение в трудах, в том числе антропологов, я уже примера приводить не буду. Реификация базовой метафоры верха как света отражает данное представление и лежит, вероятно, в основе актуальных сегодня высказываний. Ну, например, учение свет, не учение тьма. А также, опять-таки, давайте, вот эта оппозиция, давайте, опять-таки, вспомним нашего классика. Да? И интересно в этом смысле единица светоч разума, которая восходит к идее светоча, свечи, факела, светильника, как источника света в переносном смысле, источника истинной идеи знаний. Вспомним уже другого классика. Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. И в связи с этим не меньше интерес представляет и единица проблески сознания. Она ведь тоже может интерпретироваться с помощью параллельных оппозиций с одной стороны свет тьма, с другой стороны верх-вниз. И доказательством этому могут служить высказывания с глаголом, обозначающим движение вниз. Погружаться в забытие, в забвение, в сон. Соответственно, через вот этот ряд вверх-бух-свет можно выйти на еще одну базовую оппозицию жизнь-смерть. Посмотрите, возродиться к жизни вверх, пасть смертью храбрых вниз. Ну и наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. И еще одна параллель. Вверх-низ, добро, зло. Вверх соотносится с идеей добра, того, что хорошо. Замечу, что еще в 80-х годах Вероника Николаевна Телли рассуждала на эту тему. Пространственные координаты осмысляются как высокое и низкое в человеке. Проявление благородного начала это вверх. Недобрые замыслы это низ. Вверх это кульминация обычно приятного состояния. Низ символическое пространство греха, падения. При объединении в один ряд конечно феноменов вверх-бух-свет-жизнь-добро, конечно, мы должны иметь в виду то, о чем писал Владимир Викторович Колесов. Древний бог и этический амбивалентный. Эти боги безразличны к добру и злу. Он писал в основном про славянских богов, но я думаю, что это характерно для всех богов в принципе. Но тем не менее, это не отменяет тот ряд, который у нас с вами выстроился. Вверх-бух-свет-жизнь-добро. И параллель вверх-добро реализуется в дальнейшей метафоризации. Изначальные базовые метафоры вверх с учетом базовой оппозиции. Давайте я вам приведу еще примеры. Опять-таки, это примеры из нашей повседневной речи. И здесь, кроме того, что здесь вверх-вниз, здесь снова вверх-вниз в чистом виде и добро, зло. Здесь снова появляется свет с маппой. Обратите внимание, как у нас противопоставляются приподнятое настроение, мрачное настроение. Замечу, что подобное обытование метафоры вверх характерны для многих, если не для всех культур. Опять-таки, я обращусь к Лакову Джонсону. Обратите внимание, метафора хорошая вверху, задает ориентацию вверх для общего состояния благополучия, счастье вверху, здоровье вверху, живое вверху, высокий статус вверху, власть вверху, счастье вверху, ну и так далее. И замечу, что даже в более далекой от нас, ну и от европейской культуры в целом, китайской культуре единство противоположностей инь-ян также имеет в основе свой ряд бинарных оппозиций, в том числе небо, земля. Это непосредственно реализует оппозицию вверх-вниз. Свет, тьма фиксируется в визуальное. Белый ян, черный инь. Активность, пассивность. Это очень осторожно, но все-таки можно соотнести с оппозицией жизнь-смерть. Эталонами верха высоты могут служить верх, как физически максимально высокая точка, вершина, пик, зенит, небо, облака или облака, звезды, луна, дуб, крыша. И в то же время сам верх, равно как и высота, и овнешняющие их конкретные образы могут выполнять функцию эталона успеха, радости, счастья, жизни, ну или какой-то фрагмента жизни. И чтобы не быть голословной, я вам приведу примеры. Все примеры, которые я сейчас буду приводить, взяты мною из национального корпуса. Их тысячи. Но я привожу, конечно, ну, наиболее с моей точки зрения очевидное. Вверх таланта, наверху блаженство, наверху государственные машины. Вершина. Пришли к вершине цивилизации, вершина эволюции, вершина судебной пирамиды, вершина карьеры. Пик. Пик истории института. На пике научной карьеры, на пике стоимости, на пике формы. Зенит. Мысли, взятые в критическом зените. В зените благополучия. В зените славы. В зените жизни. Вот небо. С неба упала небесная контора. Откуда-то свыше, как с неба, не спускаясь с неба всемогущим. Как с неба в карман упала, с неба свалилась. Продолжение неба. Небесная защита, небесная красота, небесная канцелярия на седьмом небе от счастья. Облако. Как на облаке живете? Как на облаке? Витал в облаках. Луна. Вот здесь нужно сделать небольшую оговорку. Это не очень характерно. Вообще очень мало примеров конца XX-XXI века, гораздо больше примеров, относящихся чуть ли не к XIX или к самому началу XX века. Но тем не менее сегодня это возможно используется, но в основном это типично для религиозного дискурса и как правило это сочетание выше звезд. Луна. Здесь тоже нужна оговорка. Луна выступает как очень далекий подчас чужой мир. Очень далекий как до Луны. С Луны свалились, с Луны свалились. Это чужой мир. И вот совсем предстать человеком с Луны представителем чужого мира. И вот наконец дуб. Совершенно замечательный. Причем обратите внимание, что на этом дубе, на дубу зеленом, а дуб мы с вами помним это Арбамунди, там два сокола ясных вели разговоры. Это не случайно. Мне кажется Исаковский использовал именно это дерево. Но тем не менее с дуба рухну, с дуба съехали и так далее. И наконец крыша. Здесь тоже необходима некоторая оговорка, потому что вообще изначально крыша это вверх, это понятно, изначально вот эта идея большой, возможно больше нормы изначально относилась к высоте, но сегодня она перенесена на объем, количество и так далее. Проблем выше крыши, забот выше крыши, нахватало радиации выше крыши. Опять-таки это устойчивое сочетание именно со словом выше, выше крыши. Итак, я уже буду заканчивать. Да, я действительно укладываюсь в свои отведенные мне 60 минут. Итак, верх, будучи членом оппозиции верх-низ и являясь базовой метафорой, соотносится с идеей высоты, встраивается в ряд верх, бог, свет, добро, жизнь и подвергается вторичной метафоризации, результаты которой овнешняются в различных языковых знаках, таких как вершина, пик, зенит, небо, облако, звезды, луна, дуб, крыша, которые соотносятся с разными единиц, несущих функционально значимые для культуры смыслы, можно обнаружить в создаваемых сегодня текстах разных типов и разных жанров, что показывают данные национального корпуса русского языка и других корпусов. Как показывают опять-таки разнообразные исследования, сама базовая метафора, ее бытие и функционирование в культуре, а также векторы ее дальнейшего разворачивания характерны для разных культур и претендуют на универсальный характер. Но жестко говорить об универсальности я не могу до тех пор, пока не изучена загадочная племопираха. Ну и в заключение я выражу надежду, что мне удалось показать, как сегодня может рассматриваться неслиянное единство язык сознания культуры с позицией психолингвокультурологии, которая является, как представляется, частью современной научной пиродигмы, которую я позволила себе определить как неопостпозитивизм. Дорогие коллеги, спасибо за внимание. Благодарю вас, Материна, за очень интересный доклад. Пожалуйста, коллеги, у кого есть вопросы? Мы работаем в режиме обсуждения. Пожалуйста, вопрос, осуждение, кто хочет что-то спросить? Кто-то хочет что-то прокомментировать? Пожалуйста. Приглашаем к свободной дискуссии. Ну, пока коллеги думают, Виктория Ильична, я просто хочу вам с вами поделиться такой информацией. Я довольно давно оппонировала двум психологическим работам из психологии, которые касались метафоры, формирования метафоры как именно инструмента мышления. Вот, оказывается, что дети обладевают метафорой на самом деле как способ сделать чужое своим, то есть новое через старое. Это механизм мышления, на самом деле, который помогает новое знание присвоить как бы через имеющееся старое. То есть это вот с психологической точки зрения вот совершенно достоверно. Очень интересные две работы, я потом вам пришлю. это очень здорово, это очень здорово, потому что на самом деле вот предчувствовал это, писал об этом, вот как я говорила, потемня еще в начале. Вероника Николаевна об этом писала уже в 80-е годы, но это был взгляд со стороны философии языка, философии культуры, со стороны лингвистики, со стороны лингвокультурологии. В принципе, у Лаков и Джонсона тоже самое проходит, но там все равно, извините, Лаков лингвист, а Джонсон логик, философ. Если психологи это подтверждают, это совершенно замечательно. Спасибо. Не за что, там даже одноточная монография есть, докторская диссертация. Ну вот, так что пришлю вам просто для подтверждения ваших студий. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, кто-то готов что-то спросить? Да, пожалуйста, Наталья Сныславовна, пожалуйста. Виктория Владимировна, здравствуйте, очень рада вас видеть, очень рада вас слышать. Вот, ну вот, кроме, так сказать, всех этих этикетных высказываний, я бы хотела сказать так, что вы выходите на очень широкую проблематику, которая на самом деле подпирается данными очень-очень многих наук. Вот та метафора, которую вы нам показали, ведь, по сути дела, это часть модели мира, в которой находится место и центру, и верху, и низу, и тьме, и жизни, и смерти, и всего прочего, и та же самая крыша, это тоже часть модели мира, когда дом выступает как модель мира, особенно в традиционном жилище, это все очень хорошо прослеживается. Но мне кажется, что здесь можно говорить еще об одной возможности. Вы работаете сейчас, показывая нам данные современного языка и современного словоупотребления. Вот. Но очень интересно, если работать на уровне слова и этимологии, потому что очень многие языки, они как бы заключают в самом слове вот то, о чем вы, по сути дела, говорите. Вот я не совсем уверена, что это можно сделать быстро, вот, но мне кажется, что этимологические данные, особенно разных языков и разных культур, здесь дадут богатейший материал. Особенно языки, те, которые называются младописьменные, у которых культурная традиция, традиция литературная не очень большая, они заключают в себе вот такую непосредственную метафоричность, которую русский язык, например, ну и другие европейские языки, у которых длительная письменная традиция, они ее уже утратили. То есть надо раскапывать, заниматься археологией. То, что это связано с сознанием, мне кажется, это выводит еще на одну проблему. Вы уж извините, это уже не вопросы, это уже выступление получается. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Вот, получается, что это уже даже выступление, это выводит еще на одну проблему, что многие из этих базовых метафор, они с одной стороны универсальны, с другой стороны они культурно обусловлены. И мне кажется, что сопоставительный материал, где охране, в синхроне, может сдать здесь такое богатство и такую возможность осмысления. Очень хорошо, что вы продумали вот эту вот схему теоретическую, в которую можно уже что-то встраивать. Вот, мне, кстати говоря, ваша первая часть понравилась больше второй. Я, кажется, очень боялась первой части, мне казалось, что она не будет казану. Я даже записала себе некоторые, так сказать, работы, которые я, в общем-то, знала, но мне надо посмотреть другим глазом. Вот, спасибо еще раз большое. Спасибо огромное, спасибо, Наталья Станиславовна. То, что касается этимологии, вы абсолютно правы. Я вот сейчас делала по низу, я взяла низ, вот сейчас, я надеюсь, выйдет эта статья в четвертом номере. Там я уже работаю как раз с этимологическими словарями, в том числе с разными словарями, начиная с этимологии. Также я рассматривала жидкость и воду. Вы абсолютно правы. Вот это погружение в историю языка, попытка выйти первой истоком, насколько это возможно, зафиксированным первой истоком, очень многое дает нам в плане понимания того, что называется психологическая структура значения, безусловно, что сохраняется. Эти архаические слои сознания, вот то, что меня безумно интересует в последнее время, эти архаические слои сознания, они напрямую связаны, конечно, с этими базовыми метафорами. Вы абсолютно правы. Но это, понимаете, просто вместить все в один доклад было просто по определению невозможно. Но вы абсолютно правы. И, конечно, сопоставительное исследование. Но здесь флаг вам в руки, потому что у вас же и есть работы по сопоставлению, в том числе и результаты ассоциативных экспериментов, русские и комизырианские, насколько я помню, параллели. Так что вам флаг в руки. Это флаг в руки тем людям, которые живут в окружении других языков и других культур. Ну, не только русской, но еще какой-то другой культуры. Потому что тут надо работать, надо чувствовать, вот на пальцах надо чувствовать эту другую культуру. Вообще культуру, которую мы описываем. То, что Клиффорд Гирц говорил, требование насыщенного описания. Мы должны описывать культуру в категориях этой культуры. А описывать категорию в ее собственных категориях может только тот человек, который в этой культуре чувствует себя, ну, как в своей работе, или, по крайней мере, он ее чувствует. Поэтому здесь, конечно, спасибо огромное. Спасибо огромное. И отдельное спасибо за добрые слова. Спасибо. Спасибо, Наталья Светлана. Еще есть желающие что-то спросить, сказать, обсудить? Коллеги. Так. Это кто у нас тут? Кто-то поднял руку, по-моему. Я... Мне кажется, Наталья Светлана все-таки не убрала свою ручку. А, это... Да, надо. Кто-то еще есть? Коллеги. Восходим. В тщательном случае. Да, я бы хотела спросить, если можно. Конечно, конечно. Виктория Владимировна, хотела вас поблагодарить, во-первых, за очень интересный доклад. Спасибо. Я не специалист в области метафоры, но тут мне пришла мысль в процессе вашего доклада. Действительно, позиция вверх-вниз, да, она и философская, философская картина мира отображает, религиозную картину мира отображает. Наверху все хорошо, там солнце, там облака, да, а внизу там болото, вот, кстати, как сидишь в своем болоте, это плохо, да, это то, что внизу находится. Ну, вот есть два таких выражения, которые мне вспомнились, по ходу доклада. Болото не потому, что внизу, а потому что стоячая вода. Неподвижность – это смерть. Ну, вот, скажем, витать в облаках и прочно стоять на земле. Первое – осуждаемо, второе – одобряемо. И с другой стороны, значит, еще один пример. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Значит ли это, что внутри вот этого пространства, да, находится еще такое человеческое пространство, в котором действуют какие-то свои другие каноны. То есть наверху там не очень хорошо, а внизу стоишь, и все нормально. Или тут статикодинамика работает? Нет, нет, здесь не статикодинамика. Значит, во-первых, то, что касается верха. Да, вообще, в принципе, это трехчастное деление, да, прослеживается практически по всем культурам, но, по крайней мере, по тем, о которых я читала разные умные книжки. Значит, в принципе, это горний мир богов, да, мир обитания человека и подземный мир хтонических существ. Это как бы традиционно это проходит по очень многим культурам. Значит, то, что касается верха. Понимаете, какая хитрая штука. Вот если мы обратимся опять-таки к словарю славянской древности и посмотрим там, вот это имя, мифологический словарь там, где Сергей Сергеевич Авевицев писал про низ, да, он про отписал. Понимаете, какая хитрая штука. Вот традиционно мы говорим о том, что ад, то, что внизу. Ну, это понятно, потому что это, когда переводились к ту агенту, надо было как-то, я не помню, как это, в общем, иудейское слово, не хочу сейчас наврать, наше как-то, шелос, по-моему, перевести. И тогда использовали имя адис, то есть аида. И вот отсюда, собственно говоря, пошел ад, да, и ад для нас как бы, вот он внизу. То есть плохо, то, что внизу плохо. Но, если мы обратимся к славянским древностям, то выяснится довольно любопытная вещь. Ад мог находиться, вот преисподнее всегда внизу, преисподнее, а ад мог находиться и вверху. Понимаете, какая хитрая штука. Тут не так все просто. Это первое. Теперь, то, что касается стоять на земле и витать в облаках. Здесь не вверх-вниз. Стоять, прочно стоять на земле, обрести почву под ногами, почва из-под ног ушла. Это на самом деле опора. Земля как опора. Плюс, конечно, земля, это еще граница между миром живых и миром мертвых. У нас она редко встречается, но проб, например, об этом пишет, что это может быть, да, потому что у нас мир чужих, он, конечно, обычно за горами, но тем не менее он может быть либо на горе, отсюда дуб, на котором смерть Кощеева, на самом деле это на горе, да, или может спускаться вниз. В отличие, кстати, от германских народов. У них в основном вниз. Я это люблю показывать на бродящих сюжетах. Например, госпожа метелица у немцев и у нас морозка. Сюжет один и тот же. Только у нас отец отводит пачерицу в лес по горизонтали, да, а героиня госпожа метелица спускается вниз в колодец, да. Так вот, земля, это может быть границей между миром своих, миром мертвых, но это одно из значений. Отсюда, как сквозь землю провалиться, хоть из-под земли достань. И второе значение, очень важно, земля, это опора, это вот максимально низкая, как вам сказать, здесь есть эта идея низа, так что вы совсем не правы, конечно, это максимально низкая, но именно то, на что я могу опереться, это именно опора. Отсюда земля ушла из-под ног, обрести почву под ногами, твердо стоять на земле и так далее. То есть здесь идея верха не работает вообще, да? Здесь, мне кажется, что в этом противопоставлении витать в облаках и стоять на земле нет. Вот земля и небо, безусловно, безусловно, возвышенное и земное, помним, да, у Дэвида Вейса книга знаменитая про Моцарта, возвышенное и земное, здесь да, обязательно, да, там, не знаю, он был очень приземленным человеком, но мы не скажем, он не витал в облаках, понимаете, мы скажем, что он не был возвышенной натурой. Знаете, какая хитрая штука? Он не был возвышенной натурой, он был приземленным человеком. Вот здесь, да, здесь верх-низ будет. А витать в облаках и стоять на земле, мне кажется, конечно, полностью отрицать, так скажем, вот эту противопоставление в принципе, наверное, было бы неправильно и некорректно, но все-таки на первый план, как мне кажется, здесь выходят другие культуроносные смыслы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? Вопросы? Да, можно вопрос? Да, конечно. Спасибо большое за выступление, особенно первая часть, я сейчас как раз пишу диссертацию по теме метафоры культуры, спасибо большое, очень мне было полезно и структурировано. Я как бы хотела спросить в этом плане, вот как вы относитесь к мысли о том, что постмодерн ушел как раз от понятия верха и низа и пришел к понятию метаметафоры сферы, где есть центр и периферия, там сферы личностных интересов, сферы, там быть в центре влияния, например, то есть ушел от такого природного понимания о том, что есть небо, есть земля и к такому немножко искусственному моделированному сферному. Ну, вы знаете, больше поэтов хороших и разных. Взгляды, концепции, все что угодно, если это аргументировано на Богораде, пусть это существует, почему нет, это только украшает наше понимание мира. Другое дело, что я бы, все-таки, понимаете, я очень не люблю, когда кто-то что-то себе приписывает, и берет монополию. Ну, что значит это постмодерн? В искусстве может быть, я не знаю, я не спорю. Но если говорить о представлениях, да, постмодерн, постмодернизм, понимаете, ну, вы меня простите, но что значит они это ввели? Да не они это ввели. Идея центра, извините, посмотрите того же Илиада, посмотрите того же Левистроса, посмотрите того же Леви Брюля, идея центра, посмотрите на китайскую философию, извините, у них пять ориентаций. И пятая ориентация – это ровно середина, это центр, отсюда есть срединная империя. Что они придумали? Скажите мне, пожалуйста. Вот чего они изобрели? Нет, ну может быть я излишне категорична, извините, но тем не менее, понимаете, что меня очень расстраивает в том, что делается в науке, я буду об этом говорить, в науке последние десятилетия, то, что мы превращаемся вслед за постмодернизмом, извините, который в лучшем случае, если он что-то помнит, то он над этим издевается. Стёб – это, мягко говоря, ирония, да, в принципе, это Стёб, конечно, излюбленный метод. Это будет очень талантливо, в искусстве Бога ради. Но мы превращаемся, понимаете, в Иванов, родства непомнящих, превращаемся в каких-то манкуртов. И мы говорим, вот они изобрели. Они изобрели, потому что они не знают, что было до них. Они считают, что они всё это изобрели, а мы почему-то им верим. Понимаете, какая хитрая штука? Наталья Владимировна не даст соврать. Почитайте современных психологов. Да там же через одного, извините, это либо Выгодский, либо Лурия, либо Алексей Николаевич Леонтьев. Только без ссылок. Понимаете, какая хитрая штука? И они об этом пишут. Давайте я вам другой пример приведу. Человек, к которому я хорошо отношусь, это Андерсон, это тот, который пишет про вымышленные сообщества. Я к нему очень хорошо отношусь. Он нетипичный американец, потому что он родился в Китае и долгие годы жил где-то там. Получил хорошее образование, по-моему, в Штатах или в Европе, сейчас уже не помню. Но потом он долгое время там жил в Индокитае, в Китае и так далее. То есть он понимает, что мир не так прямолинейен и не так однозначен, как это кажется человеку, всю жизнь прожившему в одной точке мира и считающему, что вот только так оно и может быть. Поэтому я к нему неплохо отношусь. Где он писал про нацию, да, как некое братство, которое, вообще, он очень хорошо, такое глубинное братство, да, это то, ради чего люди готовы не столько убивать, сколько добровольно умирать и так далее. Хорошая идея. Ну, такое глубинное братство. Очень хорошо. Это конец 20 века. Открываем Бердяева. Истоки и смысла русского коммунизма. За полвека до этого написано. Ребята, ну один к одному. Знаете, какая хитрая штука. И таких примеров я могу привести очень-очень много. Вот тот же Потебня, пожалуйста, вам. 905 год. А мы восхищаемся сейчас Лаков и Джонсон. Ну, заменят. Они хорошие, они умницы, они действительно сделали блестящую работу. Они написали книгу, которая в хорошем смысле потрясла мир в 80-м году. Я помню, как Европа носилась с этой книгой как раз в 80-е и 90-е годы. Вот они потрясли мир. Ну, прекрасно. Ну, чего же мы не знаем, что у нас об этом Потебня писал в 905 году? Вот что меня, понимаете, очень сильно расстраивает. А то, что касается разных концепций, бога ради. Я еще говорю, больше поэтов хороших и разных. Но там, где они первые, да, спасибо вам большое. Там, где мы первые, ну уж извините. Ну уж извините. Я не знаю, ответила я на ваш вопрос или нет. Наверное, как-то я ушла в такое общее философствование. Ой, извините, коллеги, но тем не менее. Аленечка, у меня лекция, я перезвоню. Извините, коллеги. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Вопросы, суждения, предложения. Да, добрый день, Екатерина Владимировна. Здравствуйте. Чебина Елена Александровна. Много лет назад я тоже очень с большим вниманием относилась к лингву культурологии, даже диссертацию написала, читала все ваши книги. Еще раз большое спасибо. Сегодняшний ваш доклад. Но моя жизнь немножко по-другому сложилась. Вот сейчас я на кафедре судебных экспертиз в университете имени Олега Емельяновича Кутафина. И мы готовим судебных экспертов. У нас есть такое направление речевические экспертизы. И очень сложное направление, когда нужно за пять лет специалитета дать детям очень серьезную филологическую подготовку, юридическую подготовку. И, собственно, дать экспертологию. И спасибо вам большое. Ваш доклад так акцентировал внимание на те проблемы, которые мы тоже для себя определили. Мы их видим. И вот, на мой взгляд, об этом тоже говорили. Вы, я согласна абсолютно, что, без сомнения, язык надо изучать только в привязке к культуре носителей языка, национальной культуре. А вот у нас очень многие методики, которые, методики в области авторовической экспертизы, они заточены исключительно на исследовании языка в отрыве от культуры носителя. И в этой связи, конечно, возникают вопросы, вполне себе такие закономерные, насколько действительно результаты исследований тогда будут точны. И мне кажется, что здесь у нас есть очень интересные поля научные, где пересекаются наши с вами интересы. И я буду очень признательна, если вы приедете к нам на конференцию, позвольте прислать вам тоже. В январе у нас будет, в конце января конференции, там будет лингвистическая секция, где будут, собственно, ну, понимаете, собираются лингвисты, которые занимаются экспертизой. Я думаю, что вы тоже делаете экспертизы. Я более чем уверена, что есть обращение, поскольку все коллеги-филологи так или иначе сталкивались с ситуациями, когда правоохранители или там иные другие лица, но тем не менее запрашивали, делали запрос, чтобы нужны ваши специальные знания, для того, чтобы вот обосновать какие-то спорные тексты, вернее, в спорных текстах выявить определенные смыслы. Вот, поэтому будем рады вас видеть на этой конференции. Мне кажется, у нас есть очень много всего интересного, что мы можем обсудить. У нас же есть такое потрясающее понятие, как телесный низ. Понимаете, вот когда начинают говорить об оскорблении, когда начинают, вспоминают сразу о телесном низе, но я сейчас не буду, все прекрасно помнят данные конструкции. Здесь тоже необычайно много вопросов, потому что вот как раз экспертам приходится работать с разными каверзными конструкциями, которые кто-то относит к телесному низу, кто-то не относит к телесному низу. Вот, поэтому будем безумно счастливы. Я пользуюсь случаем вас приглашаю, приглашаю всех коллег, которые здесь присутствуют у нас. Можно найти информационное письмо на сайте университета имени Олега Емельяновича Кутафина и на сайте Института судебных экспертиз. Будет интересно. А вам низкий поклон, большое спасибо. И вот я себе здесь очень много всего выписываю, чтобы осмыслить, как-то собраться. В следующий раз большое спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Сразу могу сказать, что экспертизой я не делаю, я принципиально этим не занимаюсь, потому что я считаю, что от экспертизы зависит судьба человека, значит, это должен делать профессионал высочайшего уровня. Я себя не считаю экспертом высочайшего уровня в судебных экспертизах, в лингво-психологических экспертизах. Тем более, что я знаю таких экспертов, как, допустим, Ольга Владимировна Кукушкина, которая делает новую экспертизу высочайшего пилотажа. Я просто это знаю, потому что я знакома с ее экспертизами. И я понимаю, что мне, чтобы делать так, мне надо еще учиться, учиться и учиться. Ну, это так, заметки на полях, то, что называется. А то, что вы готовите таких экспертов, это совершенно замечательно. Я очень рада, что у вас именно специалитет, а не бакалавриат. Потому что за четыре года грамотного эксперта подготовить, конечно, очень сложно. Это правда. Это правда. Тем более, что от этого зависит зачастую судьба человека. Спасибо вам огромное. И за приглашение отдельное спасибо. Спасибо. Коллеги, еще есть желающие выступить? Или что-то... А, вот есть еще у нас, пожалуйста. Так, пожалуйста, слушаем. Коллега, не могу понять, кто? Рука поднята, я нажимаю, пожалуйста. У Елены Александровны, вот вы Елена Александровна брала. А, это ее было, поняла. Простите. Еще, коллеги, есть желающие высказаться или же задать вопросы Викторе Владимировне? Или что-то предложить нам для обсуждения на дальнейшее? Так, ну, коллеги молчат. Будем считать, что с одной стороны это знак согласия, а с другой стороны все исчерпали свои интересы сегодня. Ну, все немножко, наверное, устали, потому что все-таки час меня слушать, это достаточно сложно, я понимаю. Ну, просто после рабочего дня, по всей видимости... Тем более. Слава Богу, большое спасибо, Викторе Владимировне, потому что, видите, разбудили интересные мысли и предложения у коллег. Это замечательно. Значит, то, чем вы занимаетесь, живое дело развивается и будет развиваться. Спасибо. Со своей стороны мы тоже какой-то материал можем вам подбросить. Спасибо, буду благодарна. Сейчас вот еще хочу сказать коллегам, это не совсем, конечно, метафорический материал, вполне практический, но вот вышел совсем свеженький очередной словарь ассоциативный в Сибирске, вышел второй выпуск Сибаса уже, который собирался до 21-го года, и Ирина Владимировна Шапошникова, они уже его публиковали, плюс там он висит на сайте, у них в качестве базы данных, поэтому им можно уже спокойно пользоваться. Это второй этап вот этого русского оригинального словаря, они его закончили уже. Так что совсем свежие данные поступили в распоряжение всех заинтересованных исследователей. Это замечательная новость, спасибо. Вот, да, и коллеги, еще как бы приглашаю всех тоже на нашу конференцию, надеюсь, что в ближайшие дни мы уже будем иметь возможность разослать информацию. Эту конференцию называется «Язык сознания. Коммуникация», вот как предложила история Владимировна, значит, «Проблемы информационного общества». Она будет такая многосоставная, значит, там четыре учредителя, это Московский университет, Филфак, Донецкий университет, Мосполитех и Первый Сеченовский университет. Работать будем на базе Первого Сеченского, потому что у них есть большая конференция, куда мы пока встраиваемся просто на эту платформу, в силу того, что нас пригласили, чтобы минимизировать наши собственные организационные усилия. Ну и надеюсь, что это у нас тоже станет нашей традиционной встречей психолингвистической в широком контексте, потому что психолингвистика сама по себе наука, которая давно уже существует на стыке многих дисциплин и готова вбирать все новые и новые аспекты в поле своего изучения, в поле своего зрения. Поэтому в этом смысле всегда открыто к новым контактам и к новым проблемам, которые можно решать и нашими возможностями, и с помощью возможностей наших содружественных наук. Как говорил Илья Александрович, не чужое, а свое берем. Чужое, а свое берем, заходя на другие территории. Поэтому берем все больше и больше, не знаю, главное, может быть, надорвемся в конце концов, но пока есть как бы желание работать дальше. Поэтому, еще раз повторяю, получился такой букет очень разнообразных направлений исследования, потому что МОСПОЛИТЕХ – это кафедра инфоконтенсивных технологий, они как бы могут все это программно обеспечить нам. Поэтому, еще раз повторяю, такой союз очень интересен. Поэтому приглашаю, конференция планируется в начале апреля, но, к сожалению, в онлайн-режиме, поэтому в силу того, что вряд ли мы сможем сейчас пока так приглашать всех, и не все смогут приехать, естественно, в Москву. Поэтому она будет для москвичей, может быть, и в смешанном режиме, а для всех иногородних будет в системе онлайн. Поэтому информацию обязательно, может быть, мы в четвертом номере ее поместим, журнала, который до конца декабря, надеюсь, выпустим, ну и разошлем по нашим адресам традиционным, как всегда, поэтому ждите от нас информации. А мы ждем от вас информации и предложения на интересные доклады. С удовольствием готова обсуждать в нашем НОЦе, который живет. Здравствуйте, я надеюсь, что будет жить и дальше. Спасибо, Виктория Владимировича, что собрала такую интересную аудиторию. Спасибо всем коллегам, что пришли к нам. Спасибо большое Настеньке, которая, как всегда, наш англо-хранитель организационный, все организовала, все хорошо, все, видите, работает, и запись будет, и запись будет повешена, насколько я понимаю, на наших этих самых, в наших социальных сетях. Так что кто не смог присутствовать и послушать, может посмотреть потом эту запись и послушать, поучаствовать уже, как бы, ну, не совсем поучаствовать, но, во всяком случае, познакомиться с этой записью. Поэтому, всего доброго коллегам, хорошего вечера. Виктория Владимирович, успехов. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо коллегам, которые так долго меня слушали, и особенно тем, кто что-то предлагал, высказывал свои идеи. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо всем. Большое спасибо, коллеги. И с наступающим Новым Годом, потому что мы вряд ли до Нового Года встретимся, поэтому те, в кого мы не видим, с наступающим Новым Годом и Рождество поздравляем. А там встретимся уже в январе, Бог даст, в нашем, во всяком случае, в рамках нашего НОЦа. Всего доброго, хорошего здоровья, надежды на лучшее и творчество, и творчество всем. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания.